Мур-мур-мур, миру ня! Макс с Петром Сергеевичем с утра как пошли за пауками, так до сих пор и не вернулись. Надеюсь, у них там все в порядке. Мур-мур Максимка, будь наготове. Если что, я стреляю первый. Не удастся завалить, тогда ты добивай. Иначе нам хана. И не забывай назад посматривать, чтоб со спины не зашли. Хорошо, Петр Сергеевич, я все понял. Я вас прикрою. Так, тихо, Максимка. Кажись, я вижу одного. Ух ты, здоровый какой собака. И что они тут едят, что здоровые такие вырастают? Может, они на крысах отъелись? То-то в нашей деревне крыс и мышей почти нет. А мы-то думали, это кошка у тети Клавы такая хорошая. Мда, возможно, ты и прав. Так, ладно, готовься. Я стреляю. Попробуем сперва обычные транквилизаторы. Не стреляй, отступаем. Я попробую еще раз. Вот теперь стреляй. Максимка, целься не в брюхо. Стреляй в голову, в голову целься. Иначе не остановишь. Да знай я, Петр Сергеевич. Помазал я. Он такой шустрый гад. Ох, еле завалил. Так, не расслабляйся давай. Смотри, вон еще лезет. Я попробую сменить транквилизаторы. Так, теперь этот, собачий. Эх, черт, не действует. Погоди, еще раз. О, кажется, подействовало. Он замедляется. Петр Сергеевич, он сейчас нас достанет. Я стреляю. Погоди, погоди. Не стреляй. Я попробую еще раз. Ой, смотрите. Что это с ним? Похоже, судороги. Черт, все-таки сдох. Да что бы их, этих пауков. Вот как их ловить в таких условиях? Тот не берет. От этого они вдохнут. А я веревку с собой взял. Может, связать одного? Да и хватит нам пока. Да как ты их свяжешь-то? К ним же не подойдешь. Ой, Петр Сергеевич. Смотрите, смотрите. Похоже, они на шум сбегаются. Ух ты ж. Японский городовой. Их тут мать мущая. Вали. Да что ты делаешь-то? Не их вали. Отсюда вали. Да куда валить-то? Они повсюду. Вон. В том проходе их не видно. Бежим туда. Да там же темно. Не видно ничего. Не дрейф, Максимка. Я сейчас факел зажгу. Петр Сергеевич. Тут, кажется, какая-то пещера. А я в паутину вляпался. Сейчас, сейчас, Максимка. Я тебя вытащу. Так как же тебя угораздило вляпаться-то? Так, свободен. Давай, заряжайся. А я задам этим тварям огоньку. Петр Сергеевич, да мы же сами тут зажаримся. Да не бойся. Спрячься вон за тот угол. Оно быстро полыхнет и все. По-моему, это была плохая идея. Мы с вами чуть не задохлись тут. И могли вообще сгореть заживо. А по-моему, это была отличная идея. Подумаешь, немножко прокашлялись. Зато смотри, пауки все разбежались. А ведь вы правы. Похоже, они боятся огня. Я тоже факел взял. Дайте и я разожгу. Похоже, от наших ружей толку никакого не будет. Пойдем, Максимка, осмотримся. У них, наверное, тут гнездо. Раз столько паутины было. Петр Сергеевич, смотрите, тут паук. Не сбежал, гад, что ли? Поджарился? Да нет, живой. Он тут в углу сидел. Здоровенный такой. Ну-ка, дай гляну. Ой, смотри, Максимка, он такой жирный, что двигаться не может. Такого мы, пожалуй, сможем одолеть. Он медленный. Главное, чтоб твоя веревка выдержала. Веревка выдержит. Это специальная, альпинистская. Я думал, вдруг мы в яму провалимся. И взял на всякий случай. Как вот только ему ноги эти связывать? Давай сюда свою веревку. Я сам свяжу. А ты оба факела держи. Прикрывай, чтоб другие не подобрались. Да, террариум-то маловато казался. Этот паук как-то гораздо больше тех, что мы с тобой видели. Да, это самый огромный был. Специально для тебя выбирал. Спасибо, конечно. Ну, что нам теперь с таким огромным делать? Да не переживай. Я сейчас сразу и начну ему новый террариум строить. Там все материалы есть. Да и я видел, как их гнездо выглядит. Так что условия у него будут прям как будто из дома не уходил. Вы что? Прямо в гнездо к ним залезали? Не то, чтобы мы очень туда стремились. На нас такая толпа этих паучков ваших налетела, что мы с Максимкой от них бежали, теряя тапки. Еле спаслись. Странные эти пауки какие-то. Никогда таких раньше не слышал. Да, и я во всяких гадах не очень разбираюсь. Мне как-то больше млекопитающие нравятся. Но ничего, у меня есть друг, который как раз на этой теме специализируется. Проконсультируюсь-ка я с ним. Посмотрим, что он нам посоветует. Отлично. Иди тогда звони, а я буду оформлять террариум. Ну, молодежь, если вам от меня больше ничего не надо, то я пошел. Завтра в лес пойду прогуляюсь. Я все надеюсь браконьеров этих поганых выследить. Будьте осторожны, Петр Сергеевич. Понапрасну не рискуйте. Не переживай, няшка. Я по лесу так тихо хожу, что меня ни один зверь не учует, не услышать не может. А уж какие-то там браконьеры тем более мне не ровня. Привет, Антон! Давно тебя не видела. Няша, ну что, как дела? Ты куда пропала? Да я вот в деревню уехала. Думала только на лето, но теперь я здесь останусь. Весьма неожиданный поворот. Ничего себе, это что-то новенькое. И чем ты там занимаешься в этой деревне? У меня тут новый проект. Мы с одним парнем зоопарк строим. Ого! Зоопарк в деревне? И впрямь необычный проект. Я удивлен, если не сказать больше. Собственно, из-за этого я тебе и звоню. Ты же у нас самый большой любитель всяких жучков-паучков. Я и других животных люблю. Ну да, только они у тебя все или паутины плетут, или ползают и ядом плюются. Про ядом плюются? Ты загнула, конечно. Ну да ладно. Близко к истине. Что за вопрос-то у тебя? Да мы тут строим тропический домик, и из пещеры неподалеку притащили паука. Я хочу, чтобы ты посмотрел на него, сказал какой-то вид и как за ним ухаживать. Ну, показывай своего паука. Ну, самого его я тебе притащить не могу. Он большой очень. Но я сделала фотки и видюшку записала. Сейчас скину, лови архивчик. Так-так, Няшка. Ты у нас в пранкеры подалась. Я на такое не куплюсь. Это явный фейк. Таких огромных пауков нет в природе. Что значит нет? Он у нас сейчас в тропическом домике во временном террариуме. Он, конечно, самый огромный из тех, что там в пещере обитают. Но это определенно не фейк. Он и двигается-то как-то с трудом. Остальные-то очень быстрые. Я вообще-то хотела спросить у тебя, чем его кормить. Ты это что, не шутишь, что ли? Да какие шутки? Приезжай, сам посмотри. А вот и приеду. Не дай бог, ты меня разыгрываешь. Я на тебя очень обижусь. Да, Антоха, мне реально не до приколов. Приезжай. У меня тут домик просторный. Я тебя приютить смогу. О, и раз уж ты приедешь, у меня к тебе еще одна просьба. Может, в твоей коллекции есть какие-нибудь лишние гады, которые тебе не нужны? Вдруг змейки какие расплодились или еще кто? Не хочешь их мне в зоопарк пристроить? Змейки расплодились. И кое-кто еще. Для тебя мне, конечно, их не жалко. Могу подарить. Заодно помогу вам с террариумами. И научу, как за кем ухаживать. Ладно. Диктуй адрес, где вы располагаетесь.